Вот эти два стиха ставят просто перед человеком однажды сделать решение после своего выбора подхожу я под эти стихи или нет. Начинаешь проверять все святые подходили со страхом о мысли страшного суда. Даже к смерти. Даже знаешь, что хорошо, знаешь, что пятерку студента спроси ты идешь, боишься на экзамен? Как не боишься? Мы выехали из деревни, мимо КП проезжаем. Все в порядке документы, все в порядке. Скорость снизил и еще едет и внутри напряженность такая. А это страшный суд. Когда архангелы, хирургимы и серафимы трепетать будут, говорит Ефрем Сирин, и вдруг пишут, что любовь до того совершенства в нас достигает, что мы имеем дерзновение в день суда. Дерзновение это смелость. Не знаю. Мне кажется, я еще не начинал быть верующим. Смерть страшна. А это не смерть. Решение вечной участи. И вдруг мы не боимся. Конечно, если жить как апостол Павел. Он говорит, знаю, веру совершил, течение совершил, веру сохранил, готовится ли нет правды. Готовится. Но все равно проговорился. И говорит, не достигну ли я Христа, как он меня достиг. То есть у него тоже это было в напряжении. Как считаем, пропахнутие Боровского наступило время смерти. Там князь приехал, он, закройте ворота, никого не пускайте. Страшный день для меня наступил. Я иду на отчет. Это еще не суд. Я думаю, что вот этот стих, непонятный стих, как он мог так Иоанна писать, поведен к тому, чтобы как-то заручиться чем-то. Блажен человек, который хранит себя неосквернемо от мира. И потекли в монашество. Там спасение. И там спасение тоже под условием. Если иноки будут слушаться настоятеля, а правильно или неправильно, неважно, запитая, как Бога. Но раз на земле я угодил Богу, и он как Бог, то видите, как себя окружили чем? Это все человеческое мнение. Нас должно интересовать только то, что говорит Бог. Бог так не говорит. Священное Писание нигде не говорит, что ты не будешь думать, кого-то будешь слушать, так людей убежишь, и тебе гарантия получить хорошее место в районе. Нет. Любовь. А любовь. Да это первая заповедь. Любовь к Богу и любовь к ближнему. А тогда что? Тогда исполнен заповеди. Тогда Ветхий и Новый Завет у тебя исполнен будут. Для того совершенство достигает. А достигает она совершенство или нет? И что такое вообще совершенство? Совершенство, это означает высшее, к чему ты стремился, к этому ты достиг. Вот если умирает убитый на поле брани, да еще может быть сам себя в меч воткнет самурай, он последние слова говорит совершенство. Все, он достиг этого. Но совершенства, выше этого ничего нет. Что нам говорит Клово Божие о совершенстве? Все-таки эти слова давайте оставим пока как недосягаемые, потому что речь идет не о спасении на земле, а о вечности. Я знаю, здесь я спасен, я омыт кровью Христа, я верю. А скажи, ты на суде Божьем будешь бояться? Да нет того слова, бояться-то. Я уже сегодня только подумаю, я трепещу. И все наши молитвы о том, как предстанут пред тобою. Грешный, ариянный, ас. И дальше перечисляется. Как предстанут? Когда Бог усматривает пятна и на солнце, и тем не более в человеке, и ангелы перед ним трепещут. А то бы смертный человек не боялся суда Божия. В первом послании Коринфянам 11.1 Павел говорит, будьте подражателем и мне, как я Христу. Чтобы быть подражателями Павлу, надо знать его биографию. Чтобы вот эти слова начать разбирать, нужно читать Слово Божие. Как можно было эти такие важные, страшные слова, где в символе веры считаем чая воскресения мертвых, чая только, но уверенности никакой нет. И как скрыть эти слова? Спроси, спроси любого православного, скажи, а вы знаете, что любовь достигает вот совершенства такого, что у нас даже дерзновение, смелость на суде Божьем предстать и не бояться. Да ты еретик, разве такие слова Божьи говорить? Это я еретик. Не я тогда, если ты так думаешь, что я еретик. Это говорит возлюбленный чених Христа Иоанн. Почему? Потому что в любви страх, а в страхе мучения. Как может без страха, когда написано начало мудрости, страх Господень? Венец мудрости, страх Господень. На страхе Божьем все устроится. А здесь, говорит, совершенно любовь, она изгоняет страх. Так она в нас. Изгнала или нет этот страх, любовь изгнала или нет? А когда? Совершенная. А вот совершенно, это любви достичь, человеку не удастся. И думаю, что вряд ли кто ее достигнет. Нам показан эталон. Будьте святы, как я свят. Но кто может сказать, я свят, как Бог до Саваоф? Это вершина, это эталон, это образец, оригинал, к которому мы должны стремиться. И если бы мы, тут бы только не стоит, вот если бы мы этого достигли, тогда бы мы пристали и сказали, я святее ангелов. Ясно, что Божья Матерь не боялась, пристала. Первое послание Иоанна 4,12. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает. И любовь Его совершенно есть в нас. В молитву включить надо себе. Постоянно повторяем слова, как Господи Иисусе Христе сегодня Божий помиловаться. Господи Иисусе, дай мне любви к Тебе. И опять Господи Иисусе, дай мне любви к ближним. Господи Иисусе, дай мне любви к врагам. Господи Иисусе, дай мне любви к моей болезни. Господи, Иисусе, дай любви, и все перечисляйте, о ком вспоминаешь и говоришь. О любви. Любовь достигает совершенства тогда, когда ты о ней заботишься, когда об этом просишь. Когда я понял однажды, что я безразличен к какому-то человеку, я испугался, становился, что делать, не пойду никуда, стал молиться. Господи, дай мне любви. Не могу получить любовь. Да он человек, если такие пакости делал, ну как же я его могу любить? Да ладно бы он покаялся, он не кается, он сегодня делает неприятности мне. Писание говорит, любите врагов ваших. Ни в одной религии мира этого нет. Самое лучшее это идти за гробом поверженного противника. Да еще и вина после этого выпить. Это знает. А я должен сказать, бейте, не радуйся, погибели самого неприятного человека, ибо Богу это не угодно, и он может прогневаться на тебя. Это Соломон знал. Хотя сам с врагами рассчитывался в одну ночь с родным братом. Послал и убил его. В послании к Колоссянам 3.14 Более же всего облетитесь в любовь, которая есть в совокупность совершенства. Подумаем мы достичь совершенства в знании. Мне хочется достичь совершенства в подвиге. Мало спать. Совершенства в постах. Как святые, по 40 дней не пить не есть. Вот экономно-то жить будем как. Лично не болтать. По телефону, чтобы на рубль 10 с ними говорить. Вот все подумают. А вот любовь во всем и есть совокупность. Во всем, что только ты будешь называть вершиной, это любовь. Ничего нигде не сделать без того, как не будет дана любовь. Значит, о любви надо просить. О любви будешь просить, а о вражи тогда нету. Когда все покроется любовью. О любви очень трудно просить. Не просто слова говорить. А реально, а как я его могу любить? Вот я сейчас задумался, а как я могу человека этого любить? В чем эта любовь проявится? Ну, если он живой. А если умер? А если живет в другом государстве? И здесь надо просить Бога, чтобы показал пути явления любви, чтобы это было явно. В первую очередь, не поносить за глаза. Ты меня прости, я тебя прощаю, но все-таки я тебе этого не забуду. Нет, уж простил их, забудь. И не напоминай никогда. Так если бы тот человек не повторял без оговорок. Простил и забросил навсегда. Самое непонятное у нас это любить врагов. Ни в одном религиозном учении этого нигде нет. Господь дал совершенно невыполнимый заповедь. Любить врагов. Господи, ну, понятно, кого-то. Но любовь, каким врагам? Когда филарет говорит, а ненавидь врага Отечества. То есть в виде начали врагов развивать на три класса. Мой личный враг, враг Божий и враг государства. Моего личного я обязан накормить, напоить. С Божьим не молиться вместе, а врага государства поразить и убить. Митролист пишет, Писания этого нет, это не божественное учение. Писание говорит одинаково. Враг, чей враг? Твой враг. А я в государстве, значит, государственный враг. Если я винтик государства. Всюду и везде, постоянно, как Иисусу молитву, как Отче наш, просить любви. Почему символ веры-то не включили? Одна воля, две говорили-то совсем не о том. Меня интересует то, что моя воля с Божьей совпадала. Вот что надо внести в символ-то было. А не то, что во Христе одна или две воли. Говорить о том, чего не видел. Как? Псалом 118, 96. Я видел предел всякого совершенства. Давид был очень внимательный. Он видел совершенства в стрельбе из лука. Сыны и према, выстреляющие из лука. Они в волос попадали. Натянутый волос, и в него стрела попадала. То есть даже не, тут уже не сто очков выбивали они. Совершенство какое было? В военном искусстве у Давида было. Обмануть. Зайти с тыла. На несколько отрядов познал. Достигал совершенства. Соломон достиг совершенства в мудрости. В строительстве храма. В садах. Так что Тариса садская. Только ахало и охало. И половину мне того не рассказали. Давид все постиг. И говорит о том, что я видел, даже не сам и сделал, а других, предел всякого совершенства. Как правильно учить детей, как в школе все отлажено. Я видел предел совершенства, как готовят. Из простых вещей, из корня, из обыкновенного репья. Шесть блюд. Репей, который мы ногами попираем. Японцы. Но. Твоя заповедь безмерно обширна. Всему я видел предел, а предела исполнения Божьей заповеди так и не нашел. Вот я еще нашел, что подтверждает ту мысль, что любить Бога не достигнет совершенства. И любить ближнего, как должно, как самого себя, не достигнет совершенства. Заповедь твоя безмерно обширна. В нее вникаешь, и завтра новая сторона открывается. Кажется, по стиху начинаешь читать, еще одна грань открывается. Иаков 2.22 Делами вера достигает совершенства. Вот что поверил, начинаю это делать. Делами. И постоянно повторяю, а вела без дел мертва. Я стремлюсь к совершенству, к высшнему званию, и буду думать о совершенстве. И каждый день об этом просить. Первое послание Петра 2.9. Вы, христиане, царственное священство, народ святый, а для чего назначение? Какое нам на земле? Для чего-то, что мы живем? Старое живешь, ты только мешаешься, может быть, зря пенсию переводишь. Запятая. Дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Другой задачи ни у кого нету. Возвещать совершенного Бога. Какой Бог любящий. Куда не посмотрел, как это горит. Пчелка натаскала воск. И как он горит, приятно пахнет. Где она могла взять его? Воск это пот пчелиный. И в церкви его приносить считается доброе дело. Как бумагу. Обыкновенная хапила, ты ее сделали. Господи, нет предела совершенству. Как велик Бог. А мы призваны возвещать нашего владыку. Вот возьми, все время делюсь. Обыкновенное холодное дерево. Его с улицы занесли, положили. Столько из него идет тепла. Откуда, говорят, энергия солнечная аккумулирована деревом, когда оно росло через листья? Может быть и так. Но это кто сделал? Все время относи... Что-то изобрели люди. Это все Бог дал ума. Бог дал материал. Я живу, чтобы возвещать совершенство призвавшего нас. Евреям, 6 глава, 1 стих. Оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству. К совершенству знания Писания. Запоминать. А совершенство какое? Знать правильно. Много сектантских толканий. Ложных. Правильно это, конечно, как истолковали святые отцы. Какие мы счастливые. К совершенству, чтобы порядок был в общине. Совершенству заботы. Научить и держать, кто заболел, кто где находится, кому помочь. То есть все силы, все минуты жизни отдать. Я бы сделал больше, но никак. Как японцы. А можно быстрее работать? Нельзя. Опыты были, говорят, что останавливается сердце. В 6 раз быстрее русского человека работает. Больше никак нельзя. Успевает мышь поймать руками. Я не поверил, но, говорят, это действительно так. То есть в этом они тренируются. А мы даже мгновенно только услышали, поспешим в почтительности, предупреждайте друг друга. Нужна помощь первая сразу же. А не так 10 раз высчитай, дать не дать, да пока донесет, еще половину обрежет. Второе послание к Коринфянам, 13 глава, 9 стих. Мы молимся о вашем совершенстве. Вот у нас молитвы-то такое нет. Господи, я молюсь, чтобы жена моя была совершенная. Я молюсь о муже, чтобы он был совершенный. Господи, садитесь, чтобы дети мои были и просто с красным дипломом окончили. Но совершенные в делах добродетели, любви, милосердия, в том, что ценно перед Богом. Мы молимся о вашем совершенстве. Нет же такой молитвы. Почему ее нет? Одно радуйся, одно счастнейшую херувим десятки раз повторяется. А главной молитвы-то нету. Радуйся, радуйся. Но то уже достигнуто. Речь идет обо мне, чтобы я вошел в эту зону стремления к совершенству. Евреям, 12, 23. Мы приступили к духам праведников, достигших совершенства. А где они находятся? На небе. Вот потому мы им и молимся. Святой Павел, моли Бога о нас. Потому что они достигли совершенства, и они свободны от греха. Премудрость Соломона, 4, 13. Это в Ветском Завете. Достигнув совершенства в короткое время, он исполнил долготу дней, долгие дни. Назначено было ему 70 лет, а он в 20 лет выполнил все, и Бог его взял. Он уже на земле. В мире говорят, хороших людей Бог себе забирает. В короткое время он успел все исполнить. Не подумайте, чтобы долго жить, так надо грешить, Бог не возьмет. Наоборот, может быть, умрешь раньше. Премудрость, 6, 15. Помышлять о мудрости есть уже в совершенство разума. К совершенству разума. Не изжаловаться, памяти нет. А надо думать о премудрости. Это совершенство разума, искать премудрости Божьей. Молите. Чаще становитесь на молитву. На короткие молитвы. Хотя бы минут 5, 7, 10. Не так, что встал, а я молюсь, по 3 часа одна мне пишет. 3 часа, когда же ты работаешь? Ну, о чем молюсь? Ну, а днем, значит, спишь, ничего не делаешь. Краткими молитвами достучись до Бога. Вторая книга, Сарс, 6, 7. Написано, что мы любовь до того совершенства достигать, что мы имеем дерзновение в день судны, потому что поступаем, как Он. Задача наша знать биографию Христа и поступать, как Он. И узнаем, что такое дерзновение. Здесь написано, поразил Бог Озу за дерзновение. У православных дерзновения это немного. Они боятся, как его сектанты, очень дерзновенные. Уже с Богом рисует, Христос стоит, а он ему руку на плечо положил, и что Христос мой младший брат, там Мун, этот кореец. А Озу написано, прикоснулся к колеснице, и Бог его убил сразу. За дерзновение. Смелость надо знать, где он идет. А перед Богом, вот у православных, это хорошо. Прости, Господи. Все время наклоняются. Священник объявляет, наклоните голову. Сектанты об этом даже понятия не имеют. Деяние апостолов 2.29. Рассказывая об Давиде, он говорит, да будет позволено сказать с дерзновением о Давиде, что он умер. Значит, о ком-то отзывате, это, понятно, не каждому дано смелость. Просить Бога. Смело рассуждать о вещах, которые известны Священное Писание, не переходя грань дозволенного. Деяние 13.46. Павел и Варнава с дерзновением сказали иудеям, вам надлежало первым быть проповеданным Словом Божиим. Пойти властям, сказать о вере, о Христе, есть дерзновение. И об этом тоже надо молиться. Господи, дай мне дерзновение. Я такой боязливый, боюсь. Что соседи скажут, что знакомые работники. Умудри меня, Господи, дай мне смелости, храбрости. Напусти на меня храбрость. Как вам молились воины Ермака. Деяние 28.31. И Павел проповедал с дерзновением невозбранно, когда находился под арестом. Все это каждый мог бы, кажется, говорить. А как попал, все ничего не знают. Я где проходил, спрашивал, а тут кто был? А вот священник говорил, никто от него не слышал. Я встретил людей. А еще кто был? Вот такой-то. Ну хоть что-то говорил о Боге. Нет, он еще не говорил. Потому что там будешь говорить, там только крепче на тебя натянут узду. 1 Иоанна 2.28. Нужно иметь дерзновение и постыдиться в пришествии Его. Это открывает свободный вход к Господу. Дерзновение получается здесь. Почему? Встал. А в чем я виной? Если день прожил, нигде ничего нет, благодари Бога, Господи, от многих опасностей избавил. Я был при искушении, прям по лезвию прошел. И тогда Бог дает дерзновение. Мы имеем дерзновение к Нему, потому что поступаем по воле Его, и Он слушает нас. 1 Иоанна 5.10. И Песианам 6.19. И молитесь о Мне, говорит Павел, чтобы мне дано было Слово открыто и дерзновенно возвещать. Об этом надо просить. Не просто помолитесь обо Мне, я на операцию иду. Почему никто у нас ни разу не попросил, друзья, братья, сестры, помолитесь обо Мне. Я такой боязливый. Чтобы мне с дерзновением сказать родным, близким, детям, на работе, в подъезде, везде. Смелости не хватает. Хочу сказать, уста закрыты. Помолитесь, чтобы Бог, Павел говорит, обо Мне молитесь, чтобы мне с дерзновением можно было говорить. Павел нуждался в этом. Разве мы в этом не нуждаемся? А нас не учат молиться-то. Мы повторяем, как попки, чужие слова. И не знаем, куда еще приложить. Достойно есть Якова Морисову. И даже не понимают, о чем говорят. Их же хирургимы спрашивают, никто не знает, что. Их же хирургимы. А это голову наклонить надо. Да может быть, наоборот, распрямить надо. Почему? Потому что в этот момент мы изображаем себя хирургимов. Вот о чем речь-то идет. Вы помолитесь, когда вы езжаете, уходите, помолитесь обо Мне. У меня смелости не хватает в субботу выйти к драмтеатру, где наши торгуют книгами, ходят, свидетельствуют. Господи, дай мне смелости, смело ходить на занятиях, кому-то свидетельствовать. Некоторых вообще нет нигде. Постепенно там не ходят, здесь на занятия не ходят. Вы теряете много-много. Такие люди некрепко, нелико попадают в любое заблуждение и ерят. Филиппийцам 4.8. Мы имеем великое во Христе дерзновение. Павла Фильмона говорит. Приказывать себе, но по любви лучше прошу. То есть, когда человек от тебя зависит, я могу ему и приказывать. А лучше по-хорошему. Евреям 3.6. Если дерзновение упования, которым хвалимся твердо, сохраним до конца. Блаженно не начало, но конец, завершение. А спросите, а вы имеете дерзновение? Да, мы имеем дерзновение в молитве. Мы отца Бога называем своим отцом. Мы молимся ему. Мы дерзновенно просим об одном и том же неоднократно. Я уходил и рассказали, ждите, а ответ я сижу. Сказали, в течение недели прошел месяц. А я боюсь позвонить, думаю, что надо едать. А совсем тогда меня там не примут. А к Богу ты можешь на одной минуте десять раз отказать, а я еще постучу. Дерзновение надо иметь. Смелость. Евреям 4.16. Да приступаем с дерзновением к престолу благодати. Нас побуждает, Павел, чтобы мы смело приходили, а не так, что я грешный, многогрешный. Нет, ты смело говоришь, во имя пролитой Христом крови. Я очищен. Прошу тебя, Господи, выслушай меня. Я знаю, не достоин милости Твоей, но, Владыка, Ты ради меня приходил на землю. Прости меня. И благослови. Господи, проверь меня. Испытай меня, как Тебе угодно. Когда праведник говорил, вы идущись, как золото. Премудрость 5.1. Когда будет суд Божий, когда забитый здесь, отверженный праведник с великим дерзновением станет перед лицом тех, которые оскорбляли его и презирали подвиги его. Вот когда на суде люди увидят, кто мы такие. И вот если будем стремиться к совершенству знаний, к совершенству молитв, посте, тогда любовь будет достигать этого совершенства, чтобы нам иметь дерзновение в день суда. Аминь.